В России будет принята новая пятилетняя программа развития физкультуры и спорта. На эти цели планируется потратить более 70 миллиардов рублей. Об этом сегодня на заседании президентского совета по физкультуре и спорту сообщил Владимир Путин. Он рассказал и о том, что не забыл про спорт даже в свой день рождения. Отметил его в горах, где много ходил пешком. Знаю, что сегодня с утра здесь было проведено массовое спортивное мероприятие. Во всем мире давно отмечают день ходьбы. У нас есть и массовые старты по лыжам, бег массовый есть. Вот день ходьбы, по-моему, мы еще никогда не отмечали. У меня позавчера был день ходьбы по горам. Проходил почти 9 километров. До сих пор все болит. Так что это свидетельство, что мероприятие это хорошее, важное. И очень важно, что мы провели его здесь, в регионе и в республике, которые славятся результатами в спортивной ходьбе. Может только пора, что у нас есть такая школа. Коснувшись вопроса подготовки новой госпрограммы по развитию спорта, президент призвал привлекать к занятиям физкультуры и спортом всех россиян, независимо от возраста, и предложил разработать систему обязательных соревнований, в том числе проводить всероссийскую спартакиаду. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и ее финансовые параметры. Предварительно на ФЦППО до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, соответствующего периода. Прежде чем приступить к новой программе, нужно полностью закрыть все долги предыдущего периода и сделать соответствующие выводы, почему они возникали. Есть серьезные вопросы по срокам ввода в эксплуатацию объектов спорта. Отмечу, что финансирование в целом, ну, за незначительными сбоями, все-таки оно было ритмичным. Но возникают и другие проблемы чисто бюрократического характера. Я прошу министра спорта и министра строительства предложить соответствующие пути решения этих проблем, а также сделать все, чтобы ничего подобного мы в будущем не допускали.